Пожарные – борцы с огненной стихией. Для спасения людей от водной есть ГИМС – инспекция по маломерным судам. 15 июня сотрудники этого ведомства отметят свой профессиональный праздник. 30 лет подразделения отмечают, 10 лет мы работаем в составе МЧС. ГИМС решает основные задачи – это обеспечение безопасности плавания маломерных судов, государственную регистрацию маломерных судов, аттестации судоводителей на право управления маломерным судом и ведет профилактическую работу по профилактике происшествий и травматизма на водных объектах. В преддверии торжественного дня в Кинишме прошли традиционные соревнования среди лучших водных спасателей региона. Всего у нас 7 команд, 7 инспекторских подразделений. В прошлом году у нас победителем был Ивановский инспекторский участок, ну а в этом посмотрим, кто будет. Каждый год новые у нас победители, но одни и те же бывают в тройке. Это говорит о том, что команда зачастую находится примерно на одном уровне подготовки. Но лучшего из лучших все же нужно определить. Водно-моторные соревнования делятся на три этапа. Первый, теоретический, уже пройден на суше. Осталась практика. Сначала каждый участник на моторной лодке должен пройти змейку и восьмерку. Вот смотрите, левым бортом первый малый буй, правым второй, опять левым бортом и там, значит, через правый борт разворот. Этот этап кажется легким только со стороны. На самом деле, для того, чтобы так виртуозно маневрировать между буйками, необходим навык и хорошая реакция. Но главное – чувствовать габариты лодки. За сбитый буйок – штрафные баллы. Соревнования проводятся на время, впрочем, как и в третьем этапе. Здесь спасатели должны как можно быстрее преодолеть расстояние в три километра. Будь это реальная экстренная ситуация на воде, каждая секунда могла бы решить чью-то судьбу. Но для опытных спасателей и в водной полосе препятствий нет ничего сложного. Почти. Сегодня соревнования проходили, как бы, уже у нас они проходят не первый год. Но на сегодняшний день, как бы, более сложные для всех участников, все-таки, это, наверное, были все-таки погодные условия. Ветер и волна. Но инспекторы ГИМС – профессионалы при любой погоде. К финишу без происшествий пришли все команды. Третье место в честной борьбе завоевал Плёсский инспекторский участок. Серебро досталось хозяевам соревнований кинишемцам. Победители – команда юрьевецких инспекторов будет представлять нашу область среди 17 сильнейших на межрегиональных соревнованиях. В этом году они будут в Воронеже в августе месяце. Наша команда тоже будет готовиться, как всегда, и поедет выступать туда на эти водно-моторные соревнования. Инспектором ГИМС может стать не каждый, ведь эта работа тоже и опасна, и трудна. Практически каждый день приходится спасать людей. Будь то рыбаки, вопреки предупреждениям, вышедшие на тонкий лёд, или купальщики на несанкционированных пляжах. Обиднее всего, когда помочь уже не можешь. Но нужно стараться. Такая работа. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.